Девушки отдыхают Мы учли как уроки лескинки. Мы занимались каждый день. И с каждого дня у меня все лучше и лучше. Научиться азам аланского воинского искусства красноярцы попытались на мастер-классе по стрельбе из лука. Самые меткие быстро осваивали уроки мастера и попадали в цель. С народными промыслами осетин знакомили и маленьких красноярцев. Педагоги из Северной Осетии учили их прясть пряжу и ловко обращаться с веретеном, не уколов палец, как героиня сказки «Спящая красавица». А быт аланских красавиц горожане смогли увидеть воочию. Организаторы воссоздали традиционный дом со сторожевой башней конца 19 века. Здесь у красноярцев была редкая возможность познакомиться с уникальными экспонатами из Национального музея Республики Северная Осетия. Вообще меня поразили люди, которые приходят к нам на выставку, которых интересует практически все. Мы не ожидали такого интереса. От крошек совершенно до взрослых людей. И музыкальные инструменты, и как сделана мебель. Выставки развернулись на нескольких площадках. Своей экспозицией представили четыре Владикавказских музея. Среди экспонатов – живопись, графика, скульптуры мастеров Алании – горожане смогли познакомиться и с самобытным осетинским декоративно-пригладным творчеством. Это и реконструкции старинного оружия, и кольчуги. Хотелось бы, чтобы еще раз такие же праздники повторялись у нас хотя бы раз в два-три года. Соседи меня очень связывают, как бы, мои предки, погибшие предки. Там погиб мой дядь, как герой Советского Союза Петр Парфенович Барбашов. Закрыл своим телом образу Рудота. Я там учился. У меня там очень много фронтовых друзей. Своеобразной жемчужиной стала коллекция национальной одежды народов Северного Кавказа, которая побывала в Милане, Париже, на Каннском фестивале. Этнокостюмы с восстановленными старинными узорами получили много престижных наград, в том числе и приз Академии Высокой Моды. Такие наряды с золотым шутьем, бисером и жемчугом можно до сих пор увидеть на осетинских свадьбах. У многих людей, к сожалению, никогда не получится съездить на Северный Кавказ, в Северную Осетию. И мы очень надеемся, что, посмотрев здесь, у части из них появится желание к нам приехать. Ну а остальные поймут, что да, мы разные, но мы вместе, мы одна страна. С традиционной культурой, бытом и народным творчеством кавказцев познакомились и официальные лица. На выставках и праздничном концерте побывали руководители краевой власти и республики Северная Осетия. В этот день Виктор Толоконский и Вячеслав Бетаров подписали план мероприятий существующего соглашения о сотрудничестве, который рассчитан на три года и затрагивает сразу несколько отраслей. Мы должны вот на таких событиях, мероприятиях чувствовать величие нашей страны, многообразие нашей страны, многонациональность нашей страны, уникальность того, что мы живем все в дружбе. Почему мы практически начали с этого края? Потому что наши земляки внесли и вносят свой достойный вклад в развитие экономики Красноярского края. Это и в Мурникеле, это и Новоангарский комбинат. На встрече с представителями краевой осетинской автономии и Ристон, глава республики Вячеслав Бетаров вручил ценную награду. Меч, выполненный лучшими мастерами красноярскому предпринимателю и организатору праздника Владимиру Гурееву. Координаторы масштабного мероприятия постарались подготовить достойную программу с выступлениями известных исполнителей и творческих коллективов из Владикавказа, Перми и Москвы. Я вижу, что праздник удался. Я желаю вам отдохнуть, расслабиться, насладиться музыкой, танцами. Ознакомиться с той культурой, историей, которую мы вам постарались показать. В завершение концертной программы представители телекомпании «Инисей» поблагодарили всех, кто помог провести красноярцам автомобильный тур в сердце Северной Осетии. Благодарственное письмо адресовали и главе республики Вячеславу Бетарову. Большой праздник, возможно, будет иметь продолжение. В следующем году наш регион планирует провести в Владикавказе дни Красноярского края. Оля Шарыбова, Анна Московских, Алексей Овсянников, Всеволод Никитин. Новости.